Дракулу Крэйзи Машинс 2 продолжает и развивает идеи своего предка 1992 года, но не выходит из тени бестселлера Оцениваем их и отвечаем на ваши вопросы по прохождению Поэтому устраивайтесь поудобнее и внимайте Лего Индиана Джонс The Original Adventures Это семейная игра от LucasArts и Traveler's Tales Games Основанная на трех классических фильмах об Индиане Джонсе Искателю потерянного ковчега, Храм судьбы и Последний крестовый поход Задача проекта познакомить детей со знаменитым археологом И развеселить родителей ироническим взглядом на любимые ленты их молодости Выход игры, которая разрабатывалась по еще не существующим на тот момент наборам конструктора Лего Приурочен к премьере четвертого фильма о приключениях Индианы Джонса Сегодня речь пойдет о приключениях Индианы Джонса Геймплей на Лего Индиана очень похожи на Лего Бэтмен Такое же повышенное внимание кооперативу, разные способности у персонажей и так далее Естественно, большую часть действий Индиана совершает легендарным кнутом Им он разрушает стенки, перепрыгивает пропасти и даже решает головоломки В общем, все довольно предсказуемо И еще очень важный момент Стилистически игра отлично выдержана Диссонанса, как в Лего Бэтмен, не наблюдается Лего Индиана Джонс The Original Adventures поступила в продажу 3 июня 2008 года Рекомендуемые системные требования Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ видео, а также 5 ГБ на жестком диске Игра получилась очень забавной и интересной Вся фишка в юморе Конечно, каждому свое, но тем, кто смотрел все части про Индиану Джонса Должно быть очень смешно Например, в игре неплохо обыгрывается боязнь Индианы к змеям Если подойти к змее, то Индиана закроет глаза руками и затрясется от страха Также он использует очень забавные приемы во время драк Вас приятно удивит количество персонажей и разнообразного транспорта в игре А также всевозможные бонусы Вот так, краткий сумбур на геймплей игры Наша оценка 5 баллов Графика в игре яркая, а все объекты пририсованы хорошо Она, конечно, немного устаревшая, но в общем вполне приемлемая и приятная Разочарованы точно не будете 5 баллов за внешний вид игры Озвучка также оставляет только положительные эмоции И это несмотря на то, что персонажи только мычат и ничего не говорят Ведь вся фишка в их движениях и действиях Кстати, звуки они издают тоже забавные Добавьте к этому бодрые мелодии И можно смело ставить 5 баллов за звук Играть в LEGO Indiana Jones The Original Adventures одно удовольствие А вдвоем проходить эту игру, как мы уже говорили, другое удовольствие Советуем вам попробовать оба эти варианта И тогда вы точно получите массу положительных эмоций Наша общая оценка игры 5 баллов Фирменный постмодернистский трюк выходит у Travelers Tales только при общении с лицензиями LucasArts LEGO Indiana Jones смешнее LEGO Batman на порядок В целом понятно, что за обеими играми не стоит ничего кроме денег Не обладая силой, как в Star Wars, герои все равно умеют собирать из кучи деталей LEGO объекты То есть ни о какой сверхпределке концепции под нужды вселенские речи не идет Однако в случае с Indiana Jones это как-то стремительно забывается Все-таки смех эмоций невиданной мощи А вот легкой выхмылки над гомоэротическими шутками про темного рыцаря явно недостаточно А сейчас мы ответим на ваши вопросы по игре Первый вопрос Как пройти босса в первой локации, которая охраняет самолет? Я смог убрать у него только одно сердце из трех с помощью наковальни Потом приезжают солдаты на грузовике Их убиваю, а дальше не знаю, как пройти, что мне делать? Отвечаем Все очень просто Ломай оба грузовика и будут тебе еще две наковальни Следующий вопрос Что делать с четвертой миссией первой части, где нужно добыть глаз для большой статуи? Один, который на лестнице я взял А как до второго добраться, не понимаю У меня не получается перепрыгнуть на платформу с глазом Банально не долетаю Отвечаем Стань героем как можно ближе к краю справа Перепрыгни вперед, используя двойное нажатие клавиши прыжка У нас получилось это с третьего раза Следующий вопрос Подскажите, а как завалить шамана, с которым дерешься на мосту? Отвечаем В один из моментов будут бежать чуваки с мечами Тебе надо их убить и забрать меч Затем кидаем меч в основание каната, который держит мост Таких оснований четыре штуки Соответственно, повтори процедуру с мечом четыре раза Адвенчура Дракула Ориджин создана по мотивам книги Брэма Стокера В ней повествуется о светлом рыцаре графе Дракуле Который доблестно защищал идеалы христианства Но после смерти своей возлюбленной продал душу темному князю и стал вампиром Он жил в отдаленном замке чуть меньше тысячи лет, покусывая местное население Но узнав о таинственном ритуале возвращения душ умерших Граф решил вернуть свою любовь и даже девушку похожую подобрал С этого и начинается игра Первая сцена разворачивается в доме профессора Ван Хельсинга в Лондоне Он получает письмо, из которого узнает, что жена его старинного друга оказалась той самой девушкой Которую выбрал Дракула для переселения душ Вместе с письмом гувернантка принесла ему газету В которой рассказывалось о серии нападений на людей таинственного демона Вообще в игре много всяческой литературы, которую вам придется досконально изучать Сопоставив адреса нападений и места жительства жертв Вам предстоит вычислить по карте место расположения лондонского притона для вампиров Прибыв на место в помесье Гадальминга Встречайте враждебно настроенного слугу, который говорит, что хозяина нет На кладбище рядом с поместьем от грабовщика узнаете о потайном входе в дом через склеп Разгадав очередную пачку квестов, открываете склеп С этого момента и начинается охота на Дракулу Вы начинаете преследовать кровопийц, стремясь добраться до их предводителя События игры занесут вас в Австрию, собственно, в Трансильванию и даже в Египет На пути вам встретятся около 40 колоритных персонажей и 150 самых разных предметов Русифицированной версии еще нет, но можно скачать русификатор для текстов Системные требования к игре следующие Процессор с частотой 2,2 ГГц Видеокарта с объемом памяти 128 МБ 256 МБ оперативки И всего 1,5 ГБ на хард-диске Игровой процесс предельно линейен Но сюжет это отдельная большая головоломка, заставляющая думать над каждым шагом Побирая единственный верный вариант Все локации хорошо продуманы, нет глупой беготни и надуманных сложностей Просненько, но со вкусом, 4 балла за геймплей Внешняя игра отличная, что не сцена, то живописный шедевр Прорисованы даже самые мелкие детали Многие из которых напрямую связаны с прохождением Задний план воспринимается не как панель с кнопками, а как фотография, требующая детального изучения Персонажи на столь четком фоне смотрятся естественно Ничуть не уступая в детализации 5 баллов за графику Музыкальное сопровождение состоит из классических произведений 17 века Интонации постоянно меняются в зависимости от происходящего Отлично поддерживают общую атмосферу игры Диалоги озвучены разными голосами, грамотно построены, но на английском языке Пять баллов за звук Качественная, проработанная и логичная адвенчура в классическом антураже заставляется переживать героям А над некоторыми персонажами можно откровенно посмеяться Достаточно сложная с первого раза не дается, со второго тоже Имеется одна редкая особенность Почти все квесты заставляют думать, считать, сопоставлять В итоге твердые 4 балла получает охота на Дракулу Продумывая каждый следующий шаг своего расследования Посильно отравлять жизнь кровопийцам и разгонять секты поклонников Затягивает до последней сцены Задачки всегда разные, общий алгоритм решения не получается найти Частенько зависаешь на казалось бы банальном квесте А теперь ответим на самые распространенные вопросы Вопрос Я нашел склеп Лемонов и записал их даты жизни, но кодовый замок не подается, что делать? Отвечаем Код замка состоит из возраста, который несложно подсчитать, но с небольшой оговоркой Она есть в реплике могильщика Шестерка превращается, превращается в изумительную такую девятку Вопрос Я разгадал головоломки на четырех ангелах-мучениках, но никак не пойму, что делать с пятым Который стоит напротив склепа Отвечаем Все просто! В центре круга лежит девушка, а за его пределами расположены маленькие фигурки Напротив тех фигурок, которые похожи на людей, надо поставить символ капли крови, а остальным песочные часы Вопрос Я отогнул решетку, но не знаю, как осветить поэму, выгробированную внутри Отвечаем Для начала надо найти фонарь в кладовке могильщика Там же подобрать лопату Соединив в инвентаре эти две вещи, вы сможете просунуть фонарь вглубь склепа и прочитать поэму Смотрите далее! Seven Kingdoms! Оригинальный экземпляр со слабой графикой и сложным управлением для истинных полководцев Crazy Machines 2 продолжает и развивает идеи своего предка 1992 года, но не выходит из тени бестселлера Сериал Seven Kingdoms продукт особый Когда-то его создатель Тревор Чан устроил настоящую революцию, попытавшись объединить лучшие качества стратегий пошаговых и в реальном времени Несмотря на многочисленные жалобы обывателей на излишнюю сложность, истинные ценители приняли творение талантливого дизайнера С тех пор прошло 10 лет, и вот в марте этого года сериал снова вернулся на мониторы компьютеров Встречайте! Seven Kingdoms! Завоеватели! Согласно незатейливой сюжетной завязке, способ проникнуть в мир людей демоны нашли, еще когда человек только учился произносить свои первые слова Силы, способные противостоять их легионам, тогда еще не существовало Однако нашелся герой, который все же сумел остановить вторжение и вернуть посланников ада в преисподнюю Напоследок владыка огня, лорд Торинград, создал артефакт, внутри которого спрятал оставшихся демонов Спустя несколько тысячелетий артефакт попал в руки аккадским жрецам, и те спрятали его в одном из храмов Слухи об удивительном камне быстро долетели до Египта, вынудив фараона объявить Акадии войну и силой добыть камень, где якобы скрыт источник вечной молодости Эгоистичная цель обрести бессмертие стала причиной вселенской катастрофы, и теперь каждую тысячу лет черти пытаются уничтожить человеческую цивилизацию В результате этого образовавшийся вокруг камня конфликт растянулся аж на шесть временных эпох, зацепив даже технократическое будущее Системные требования к игре следующие Процессор, работающий на частоте 2 ГГц, 1 ГБ оперативной и 128 ГБ видеопамяти На жестком диске игра Seven Kingdoms Завоеватели займет полтора гигабайта Миссии, возлагаемые на плечи полководцев любой эры, не выходят за рамки привычного Большинство заданий ограничивается приказом уничтожить всех оппонентов Каждый эпизод предваряет цитата из несуществующего эпоса, а также табличка с характеристиками территории, на которой предстоит резвиться и собирать ценные ископаемые Разнообразие в игровой процесс вносят разве не обычные ресурсы? Драгметаллы, куриные ноги и загадочное уважение у людей? Кровь, камень и страх у демонов Четверка за геймплей Техническая реализация настолько отвратительна, что потребуются немалые усилия, чтобы стерпеть безобразную картинку и огромное количество ошибок Двойка за внешний вид Жалкий писк из динамика никак не тянет название эпической музыки, а юниты озвучены хуже некуда Двойка за звук С одной стороны, Seven Kingdoms Завоеватели предлагают разные варианты развития событий Можно отсиживаться за городскими стенами и развивать науку или наоборот, сосредоточиться на битвах С другой, мы имеем отвратительное техническое исполнение Очевидно, что создатели во время разработки основное внимание уделяли игровому процессу Но нужно же соблюдать какие-то приличия Слабую тройку получает сегодня игра Seven Kingdoms Завоеватели Получается, что Seven Kingdoms товар штучный, относящийся к категории для тех, кто понимает Большинство обойдет его стороной, испугавшись примитивной графики, отсутствия видеороликов и чересчур жестких правил игры Те же, кто найдет в себе силы и желание закрыть глаза на многочисленные недочеты, получат определенное удовольствие Как и 10 лет назад Благо, здесь есть где развернуться и показать свой талант полководца А сейчас наши ответы на ваши вопросы по игре Seven Kingdoms Завоеватели Вопрос Что за вид ресурса уважения? Как его добывать? И на что он расходуется? Отвечаем Эфемерная субстанция или уважение Расходуется буквально на все Наем солдат, строительство некоторых сооружений И тренировку войск Уважение люди зарабатывают в боях Охотясь на посланников ада И захватывая населенные пункты Демоны, в свою очередь, генерируют страх с помощью разрушений и травм Становясь сильнее с каждым разграбленным поселением Задачи вроде бы аналогичные Но за чертей играть легче И добыча ресурсов у них осуществляется быстрее Вопрос А как правильно использовать дипломатов? Отвечаем Их необходимо засылать в нейтральные населенные пункты А как только количество послов достигнет необходимого уровня Переманивать жителей на свою сторону Похожую функцию выполняют и суккубы Однако, в отличие от дипломатов Они не пользуются неприкосновенностью И являются желанной добычей для местных охранных отрядов Кроме того, владея необходимой технологией Вы всегда можете нанять шпионов Занимающихся саботажем и разжиганием революции Вопрос А зачем нужен научный отдел? Какая от него польза? Отвечаем Научный отдел занимается разработкой новых технологий И заклинаний Улучшением оружия и брони Давным-давно На заре зарождения компьютерных игр 15 лет назад На стареньких 286 машинах Существовала удивительная серия игр Под названием Incredible Machine Посвящена она была созданию Безумных механизмов Состоящих из, казалось бы, несовместимых вещей Начиная от кофеварки И заканчивая белкой в колесе Творение студии Fact Software О которой мы расскажем сегодня Продолжает и развивает идею того доисторического шедевра Итак, встречайте Crazy Machines 2 Сериал Crazy Machines впервые появился на экранах наших мониторов в январе 2004 года Спустя полгода немецкие разработчики решились на релиз Atona И в сентябре 2004 года свет увидела Crazy Machines New Challenges Затем наступило затишье Плоть до наших дней С появлением Crazy Machines 2 Мы вновь можем просиживать перед монитором до раннего утра Селись разгадать задачку В которой предлагается с помощью боксерской перчатки Перекинуть на другую сторону экрана бейсбольный мячик Учитывая те факторы Что траектория полета Проходит по антигравитационному лучу И упирается в итоге в бетонную стенку Это чуть ли не самый простой пример Из всего многообразия головоломок Представленных в Crazy Machines Общее их количество, к слову сказать, колеблется в районе 200 Системные требования игры таковы Процессор на частоте 2 ГГц 512 МБ оперативной памяти 64 МБ видео А также 500 МБ на винчестере Игровой процесс Crazy Machines 2 по-своему уникален Несмотря на то, что он заимствован у дремучей инкредиэл машин Игры с подобной тематикой выходят настолько редко Что каждый релиз становится событием В игре учнено буквально все Вплоть до физических законов И химического состава объектов Игра по-честному моделирует всю динамику движения Просчитывает взрывные волны Трепетно следит за силой трения И вообще может использовано в качестве Учебного пособия по физике в средней школе Количество заданий настолько разнообразно Что увлечет и завзятого двоечника И светилу науки Наши оценки геймплея 5 баллов За графической составляющей дела Встает несколько похуже Но никто не будет спорить с тем Что графика тут далеко не главная К тому же картина резко меняется Если в вашем системном блоке Установлен физический ускоритель Да-да, не удивляйтесь Это ноу-хау используется в Crazy Machines Не для создания реалистичной картинки А по своему прямому назначению Отвечает за достоверную физику происходящего Наша оценка графического оформления 5 баллов Со звуком игры полный порядок Спецэффекты почти незаметны Разве что в момент запуска механизма Все остальное время мы наслаждаемся Ненапрягающей музычкой Наша оценка звукового сопровождения 4 балла Crazy Machines 2 Компьютерная игра-головоломка В которой с помощью разных механических устройств Нужно решить ту или иную инженерную задачу Всего в игре доступно 150 приборов 200 разнообразных паззлов Присутствует также уникальная система Физических, силовых и взрывных реакций Самые умные и смекалистые Могут зарабатывать звания и награды Наконец, есть возможность Обмениваться лабораториями С другими игроками по интернету Ну что еще требуется для идеальной игры Головоломки? Пожалуй, ничего Наша общая оценка Crazy Machines 2 5 баллов Как бы ни кичились Crazy Machines 2 Своей псевдо-трехмерностью Гигантским количеством головоломок Сотнями игровых предметов И прочими богатствами Прыгнуть выше своего прачура Им не удастся Нет, конечно же, Crazy Machines Это вполне самостоятельный проект Без намека на клонирование Просто Incredible Machine Образца днём старого года Это легенда игровой индустрии И с этим уже ничего не поделаешь А теперь для всех любителей Поломать голову над невозможными механизмами Наши ответы на ваши вопросы По игре Crazy Machines 2 Первый вопрос У меня есть несколько предметов И вроде бы я их все использовал Но мне все равно не хватает Объектов достроить весь механизм Шарик проваливается в пустоту Что мне делать? Отвечаем Ряд объектов, таких как наклонные поверхности Или даже ящики Имеют изменяемую геометрию Поддержите курсор на них подольше И увидите менюшку С помощью которой сможете Изменить размеры предмета И крутить их вокруг собственной оси Для динамических объектов Можно задать еще и дополнительные параметры Например, поставить таймер На взрывателе бочки с порохом Следующий вопрос А как мне заработать медаль? Отвечаем Медаль выдается на основании очков При подсчете которых Учитываются следующие моменты Выполнение первостепенного И второстепенного задания Количество использованных предметов Из инвентаря Количество неудачных попыток И время работы механизма Следующий вопрос Имеет ли значение В каком порядке я Буду проходить основные задания? Отвечаем Абсолютно никакого Все эксперименты Независимы друг от друга Однако рекомендую Начать от простого к сложному Понимание ряда нюансов игры Приходит исключительно в поле Рады были помочь вам В прохождении игр Меня зовут Влад Лехов Это был Факт Совсем скоро мы снова увидимся А до этого Заходите в форум На сайте Муздефиств.ру Присылайте мне свои вопросы На адрес FAQ собака Муздефиств.ру Мы обязательно все посмотрим И ответим на ваши письма До скорого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok